Доброго времени суток! Давайте посмотрим город Никополь. Городу достается сильно, конечно. Ну, эта энергия только мистическая в вашем городе сейчас. Когда можно жить только на одной интуиции. Логика вообще никаким образом не работает. Ну и, как говорится, молиться. Кому-то стоит пересмотреть всю свою жизнь, где какие ошибки совершены. Но эта карта еще и говорит о том, что сейчас очень многое подходит к концу. И впереди начало, и начало хорошее. То есть, если можно исходить из нынешней ситуации, то, в общем-то, скоро начнут события в районе Никополя, связанные с тем, чтобы отодвинуть от станции товарищей. Как сейчас в Никополе развиваются события? Ну, работа кипит. Кто работает, не знаю, может быть и местные жители, но вполне возможно, что очень много работают подразделения ВСУ. Насколько я понимаю, это не только ВСУ, но еще и иностранные подразделения. Жители, конечно, очень четко понимают обстановку, что происходит. Им, как говорится, лапшу на уши особо вешать не имеет смысла. Там все четко и ясно. Откуда, куда прилетает, улетает, и что вообще происходит. Конечно, в городе очень жарко. Ситуация очень горячая. Но при этом, и вот эта карта тоже говорит о том, что многое подходит к концу. Начнется скоро изменение. И в это время главное не совершать необдуманных поступков. Все очень четко продумывать, никого не провоцировать. Главная задача сейчас выжить. Давайте посмотрим, как будут развиваться события до конца... Нет, нет, до конца... Давайте до 20 августа. О, все, начинаю уже заговариваться. До 20 сентября август уже к концу подходит. До 20 сентября. Город будет как будто вымерший. Люди вообще выходить будут... Вернее, будут стараться не выходить на улицу. Только, может быть... Ой, простите... По необходимости перебежками. Но при этом ситуация уже в сентябре стабилизируется в положительную сторону. Кто-то достигнет своих целей, к которым мы ушли. И им будет способствовать удача. То есть, скорее всего, это будет все происходить очень быстро. И это связано, конечно, с боевыми действиями. Ну, так как мы понимаем, кто находится в городе, то, соответственно, это, скорее всего, связано с союзной армией. Потому что сколько можно обстреливать там, тем более, что правительство Украины не договороспособное, поэтому нужно принимать жесткие конкретные меры. Будет, конечно, жарко. Вот тут люди не будут понимать, что происходит и куда можно выйти из этой ситуации. Но все будет протекать очень и очень быстро. То есть, это не то, что быстро, а это очень быстро будет протекать все. Будет страшно. Через этот страх нужно будет пройти. Но в основном, насколько это будет возможно, все-таки город будет сохранен. Может быть, МГАТЭ приедет и заставит отвезти войска из Никополя и марганцев, чтобы не обстреливали атомную станцию. Может быть, еще какие-то будут договоренности. Но вот я говорю, сентябрь будет очень серьезный месяц. Энергетика такая, как будто, вы знаете, переключение тумблера. Давайте посмотрим, как будет для ВСУ складываться дела. До 20 сентября. Я говорю про 20 сентября как ориентировочную дату. Это не факт, что именно в это время все произойдет. А то меня начинают обвинять в том, что вот вы сказали до такого числа, а оно не сбылось. Вы просто подумайте, сколько людей задействовано во всей вот этой ситуации. Весь мировой, весь земной шар. Чуть больше в одну сторону людей, значит, в ту сторону будет самый наклон. Чуть больше в другую сторону, соответственно, в другую сторону будет наклон. Поэтому насчет дат вообще предсказать невозможно. Общее течение событий, понятно, можно с вариациями. А так даты нет. Итак, ВСУ до 20 сентября, город Никополь. Много будет новых каких-то планов строить. То есть, видимо, что-то произойдет, что заставит их менять планы. И, конечно, в первую очередь будут думать о том, что предпринять, чтобы сохранить собственную жизнь, которая уже на данный момент висит на волоске. При этом будет ощущение, что их возьмут за горло. То есть, видимо, им поставят очень жесткие условия. И ВСУ поймут, против какой силы они пытаются рыпаться. С этой силой вряд ли им удастся справиться. Поэтому, в первую очередь, своя собственная жизнь и панический страх. Будет предложено, видимо, сложить оружие, но откажутся. Они же крутые. Они думают, что они могут сопротивляться всем и вся. Но при этом планы придется менять. Будут стараться, конечно, найти что-то более для себя положительное. В частности, для того, чтобы сохранить свои жизни. Но кто-то, скорее всего, сложит оружие и присоединится к тем, кто уже сдался. А вообще, снабжение будет перекрыто. И вполне возможно, что не будет хватать ресурсов для оказания сопротивления. И все-таки будет какой-то договор. В данном случае я не говорю о том, что там сдача оружия или еще что-то. Слишком много туда в Никопольчо натянуто народу разного. Но вполне возможно, что будет договор о том, чтобы они оставили город. Не знаю, что там может быть аргументом для этого, но вполне возможно. Как будет для союзной армии скаладываться дела до 20 сентября в районе Никополя? Максимально благополучно. То есть, скорее всего, будут во время встречи с МАГАТЭ заключены определенные договоренности о том, чтобы прекратили обстрелы и отвели вооружение. И начнется для города новая жизнь. Но ребятам будет тяжело, очень тяжело. Событие будет развиваться очень быстро. И при этом тоже придется пройти через очень многое. Очень многое, вернее, то, что уже не работает, от этого будут избавляться и разрабатывать что-то новое. И работать несколькими подразделениями. Опять же, выслеживание, неторопливое выслеживание цели и ее уничтожение. Но при этом и возможно столкновение на улице, когда вот это вот автоматные перестрелки. Будет много использовано неожиданностей. Я не удивлюсь, если это будут какие-нибудь, допустим, ситуации, связанные с реальной водой. Ну и будут продумываться дальнейшие действия, планирования. Основные все боевые действия все-таки будут происходить за пределами города. То есть вот эти вот арт-перестрелки будут там происходить. А город уже более спокойно будет зачищаться. И будет такое ощущение, что высшие силы показывают союзной армии, каким путем это нужно сделать. То есть вот интуитивно будет работать шикарно. Какие опасности есть для Никополя в это время? Пропаганда. Очень будет серьезная пропаганда. А так союзная армия придет очень быстро и будет помогать. И город восстанавливать, и жителям помогать. И устроить еще себе передышку там. Работы будет, конечно, много. И для военнослужащих, и для жителей. Разрушения есть и, скорее всего, будут. Поэтому нужно будет все восстанавливать. Но будет и довольно-таки страшно. Но действовать, действовать, действовать. Возможны прилеты. И вполне возможно, что под министративным зданием или там, где по тем зданиям, где находится ВСУ. Но при этом будет все-таки развиваться событие максимально благополучно для города и для жителей. Вот такой расклад получился. Я надеюсь, он сбудется. Подождем приезда МАГАТЭ. И подождем начало сентября. Может быть, там уже как-то будут дальше определяться события. Всего вам хорошего. Мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...